Экономический потенциал, равные права на получение образования, медицинской помощи, общая молодежная политика, историческая память и многое-многое другое. В последние годы отношения во всех сферах вышли на качественно новый уровень. Действительно, Беларусь и Россия взяли хороший темп в укреплении союзнических связей. Об этом точно скажут цифры. По итогам прошлого года мы имеем рост взаимной торговли до абсолютно рекордной суммы, которая опередила все прогнозы – 50 миллиардов долларов. Детальная картина товарооборота выглядит так. В нашей экспортной корзине мясо, молочка, кстати, белорусское продовольствие уже покупают в 76 регионах восточной соседки. Также грузовые и легковые авто, тракторы, комплектующие, мебели, шины. Россия же нам продает по большей части нефть, газ и черные металлы. От каждого по способностям, каждому по потребностям. По сути, этот подход сегодня стал адекватным ответом на внешний прессинг. Время, конкретные запросы, общая стратегия и компетенция помогли решить эту задачу. Как, наверное, некоторым казалось, со звездочкой. Сегодня на белорусских и российских предприятиях развернулась большая работа по импортозамещению. Например, Гомсельмаш поставляет замену зарубежным деталям на Россельмаш. А «Интеграл» и «Горизонт» снабжают своей продукцией авиазаводы России. К тому же, высокой степени готовности 16 проектов на общую сумму 80 миллиардов российских рублей. Это те кредитные средства, которые Москва выделила нашей стране в ноябре прошлого года на замещение критического импорта. Целый ряд мероприятий по созданию компонентной базы и повышению уровня локализации в рамках союзного государства выполнят на Амкадоре, Гомсельмаш и Белазе. Наиболее значимый из них – выпуск широкой линейки мостов, коробок передач и редукторов. Также развиваем и отечественное станкостроение. В числе приоритетных – проекты в Гомеле и Витебске. Россия сегодня основной инвестор в нашу экономику. В прошлом году сумма вложений вплотную приблизилась к 4 миллиардам долларов. В Беларуси работает свыше 2000 организаций с российским капиталом. Конечно, общую цифру подкрепляет прямое сотрудничество с регионами. Да, многие наши флагманы давно пустили корни на соседской земле. Но это не повод расслабляться. Скорее, дополнительный стимул наращивать темпы и задавать векторы движения. В прошлом году совместных сборочных производств стало на 9 больше. Лишь несколько примеров. Свою технику в Ленинградской области будет собирать Амкадор. В Нижнем Новгороде открыли производство белорусских трамваев. На шасси МАЗ в Краснодарском крае сборка зерновозов. В этой же области появился бренд «Полессия Юг» нашего Гомсельмаша. Строительство сферы, где пул проектов тоже стремительно растет. Белорусы сейчас возводят жилье в Калужской, Курской, Калининградской и Брянской областях. Жилой квартал в Санкт-Петербурге. Сегодня наши предприятия заняты на строительстве портовой инфраструктуры в Усть-Луге. Нефтеперерабатывающего производства в Ленинградской области и новые линии цементного завода в Чечне. Россия и Беларусь выходят на более тесное сотрудничество, что выражается даже в статистике торговой, количестве совместных предприятий, общении между жителями наших стран, туристическими поездками. Та количественная динамика, которая сейчас есть в российско-белорусских отношениях, свидетельствует о том, что наши отношения, они уникальные. У нас заложен крепкий фундамент союзной стройки. Не иначе. За всеми цифрами, проектами, встречами кроется главное. Взаимная выгода и для белорусов, и для россиян. Обеспечение безопасности, будь то продовольственной, энергетической, да и в целом национальной. И повышение уровня благосостояния каждого, кто в границах от Бреста до Владивостока. О союзной интеграции в главном эфире мы рассказали, ничего не вырвав из контекста. Редактор субтитров А.Семкин